С торжественной ноты начал оперативное совещание на этой неделе глава городского округа Матичи Виктор Азаров. Он вручил награды пятерым спортсменам, внесшим весомый вклад в развитие спорта на территории муниципалитета, более того, прославивших родную землю на российской и международной аренах. Затем, настроившись на рабочий режим, участники оперативного совещания заслушали доклады, посвященные главным темам уходящей недели. Представитель ООМ «Мособлэнерго» сообщил о состоянии и эксплуатации в осенне-зимний период сети уличного и внутриквартального освещения. Он подчеркнул, что его коллеги обладают ресурсами, необходимыми для того, чтобы вовремя устранять неполадки. В филиале работает более 500 человек. В автопарке находятся 9 генераторов различной мощности от 85 кВт до 630. 630-й генератор, дизель-генератор, находится на круглосуточном дежурстве и в кратчайшие сроки готов доставить до аварии и запитать потребителей. Также имеется 125 транспортных единиц, из них в том числе 13 автовышек, 2 автокрана, 2 краноманипулятора, 6 электротехнических лабораторий, 5 эскаваторов, 2 бурильных крановых машины и 1 снегоболотоход. На территории городского округа Мытища специалисты АО «Мособлэнерго» подготовили к осенне-зимнему периоду 1911 километров электрических сетей и 561 трансформаторную подстанцию. Только за 9 месяцев текущего года, сообщил докладчик, на улицах муниципалитета были установлены более 900 новых светильников, заменены две с лишним тысячи ламп, смонтировано порядка 4 километров провода. В ближайшее время энергетики займутся подключением праздничной иллюминации. Новогодние огни появятся в привычных для мытищенцев местах, на крупных улицах и в центре города. Далее представитель главного управления МЧС России по Московской области Андрей Кутуров дал оценку пожарной обстановке. Он сообщил об ухудшении ситуации. С начала текущего года на территории городского округа Мытища произошло более 500 пожаров. В огне погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Травму получили 24 человека. Наибольшее количество пожаров произошло в надворных построиках. Это бани, гаражи, сараи. 68 пожаров. В многоквартирных жилых домах произошел 41 пожар, в частных жилых домах 40 пожаров, на территории садоводческих товарищей 9 пожаров. В организациях пожары происходили 6 раз. На автотранспорте зарегистрировано 42 пожара. 102 раза пожарные подразделения выезжали на тушение сухой травянистой растительности в пожароопасный период. И 178 раз на тушение мусора. Чаще всего причиной пожара становилась неисправная электропроводка. Вместе с тем, за последние несколько лет на территории муниципалитета не произошло ни одного возгорания по вине детей. Помогла профилактическая работа с дошкольниками и школьниками, пояснил докладчик. Проект губернатора Московской области «Активное долголетие» захватил жителей городского округа Мытища. Следом сообщила Наталья Тер-Григориян, начальник управления по социальной политике. Напомню, он стартовал 1 октября. Ключевая задача проекта – вовлечение людей старшего поколения в активную жизнь, направленную на сохранение и развитие физического, творческого, интеллектуального потенциала. Участники проекта – женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины 60 и старше. Наталья Тер-Григориян рассказала, в каких направлениях сейчас работает городской округ Мытищи. Их четыре – медобслуживание, туризм, досуг, соцобслуживание. Более того, до конца текущего года на территории муниципалитета должен быть открыт клуб «Активное долголетие». Об этом напомнил глава Виктор Азаров. Мы взяли обязательство до конца года открыть клуб на территории нового микрорайона. Поэтому прошу к этим обязательствам очень внимательно отнестись, потому что и отчитываться надо, но и жители, не жители, а наши старшие жители ждут этот клуб. Уже сегодня участниками проекта «Активное долголетие» стали 1820 мытищенцев. Надежда Звягинцев, Олег Степанов, информационная программа «День».